Итак, первая партия, международный мастер, Макс Тейл Лопес, 2800 плюс рейтинг И вздумает над первым ходом А еще дать мне немножко фора, чтобы уравнять шансы Е4, ну что ж, стоит секунд фора, нормально Давай все-таки слон Б4 сыграем Поменялся, ну давай пока конь Е7 Не хочу я переходить в этот эндшпиль Ага Ну, допустим, рокировка Задвигает Ну, я тогда сыграю Б6, с идеей разменять белопольников Не знаю, стоит ли меняться Давай пока Ц5, может быть Ай, надвигает, да, пешки на меня Ладно, тормозим Эладья еще подошла Чувствую, сейчас меня будут бить здесь Давай хоть слонов поменяю Коня на Ф5 успею перевести Теперь Ж4, да, готовят ход Вот я не знаю, может быть так, сюда и сюда Или это слишком долгий план Давай попробую, я хочу сюда и сюда перевести Обратно вернулись Вот, и пошел конь Я хотел с темпом теперь на Е4 приходит А, кстати, он уже может сюда пробить, да Но сюда пробить я, наверное, успею конь Е4 скакнуть Напасть Отошел И теперь я здесь бью Наверное, пешкой Вячеслав, спасибо большое Так, сбивает моего конька, да Ну что ж, ладно, побили Надо немножко поменять фигуру Сюда жертва Блин, жертва может быть опасна, да Давай пока сюда поставим Ладей подкрепим Так, Ф3 Ну что ж, ладно, Ф3 Давай пока ферзем аккуратненько Дальше моя идея сдвоит ладей, наверное Ладя Ж7 И ладья на Ж8 Сдвоили Он всеми силами нападает на конягу Ладно, надо какую-то здесь игру пытаться обозначить Не думаю, что так просто пробить коня на Ж5 А я хочу уже здесь начинать игру Так, куда-то маневрировать Пошли дальше Пока достаточно крепко Коин стоит на Ж5 Мой план прост Начать атаку на короля путем Б4 Так, он хочет теперь Ф4 толкать Ну тогда поле Е4 освободится, да И могу ли я сейчас сыграть Б4 Тогда последует размен двойной И взятие на Ж5, да Но в принципе у меня боев хватает, наверное Поэтому погнали Надо какую-то здесь игру обозначить на королям Чтоб совсем просто ему не было играть Макстер Лопес Так Теперь надо, наверное, сюда задвинуть Попытаться короля вскрыть И отрезать пешку от основных сил По белым полям выстравляю пешечную цепь Так, куда он хочет Там взятие с шахом будет, да Может быть напасть пока на пешку просто Побил, побил Не знаю, давай нападу на пешку Ладно, здесь готов поменяться У него все-таки не так много времени Позиция становится обоюдной Слон чернопольный Так, взял Ну что ж, взяли пешкой У него есть шах, да Вот этот шах Конечно А, на размен он ставит На размен Подождем А если шах? Размен пока не хочу Давай шах Д4 у меня есть ход Д4 шах отсюда, да Нельзя забывать про эту возможность Ну может быть и не страшно Я отойду Он съест на Д4 И получит какой-нибудь комби ДЖТ удар Ладья БДЖ7 там, правда Ладья БДЖ7 Ладья БДЖ7 Давай попробуем Мне кажется, это проходит Сюда И такой там удар будет Удар на Ф3 там будет В случае взятия Давайте Вот такой ход Ай, там связка Так, а если я взял ладью Красивая, кстати, идея А если я защитил коня Блин, побил, побил Побил ладью Что-то не то, да Ладно, давай коня защитил Ай, нельзя же Там на Ф8 шах Ладно, взял здесь Так Блин, мало времени Так куда-то конем, да, выскакивает Коня возвращаем Сюда Куда идти Блин, королем надо отойти Из-под шахов Ладно, сюда Блин, сейчас пешка пройдет Как играть? Шах же есть отсюда Черт возьми Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Вместо ферзь Б7. Блин, ладья будет же ты. А там ферзь же был под боем. А, а там мат, там матовая конструкция. Все, я понял. Да, а там же мат. Ладно, смотрим отчет о партии. Блин, было выиграно, да. Итак, французская защита. Такой немножко редкий вариант. Я не бью пешку на Е4. Делаю просто рокировку. Б6. Здесь говорят ошибка, хотя, на мой взгляд, один из главных ходов кандидатов. Ну, у белых перевес, конечно, у них атака на короля. Я пытаюсь как-то решить вопрос с атакой. Он надо бы ему длинную рокировку сделать. Тут, мне кажется, немножко темпы потерял. С4. Очень рискованная идея. Ж4 отошел. У белых большой плюс. Ферзь Д2. Вот, наверное, не самый удачный ход. Потому что подставился он прыжок коня. Ну, и, как ни странно, не удалось как-то сразу наказать меня за такую игру. Я тут поменялся. Отступил конем. Ладья Ж8. Вот здесь уже более-менее нормальная позиция у меня. Сдваиваю ладьи по линии Ж. И начинаю... Здесь он, кстати, мне предлагает Ф5 сыграть. Типа, Ф5 был бы сильным ходом. Но я вот таких вскрытий обычно побаиваюсь. Хотя, наверное, в данной редакции было бы нормально. Но я начинаю стандартный план. Он пока не знает, что делать. Я тут набрасываю пешки. Б3. Говорят, сомнительный ход. Здесь Ф4 был бы сильным. Почему я так не сыграл? Пешку защитить и напасть. Это было бы самым сильным ходом. Я сыграл на Д7. Взял, взял. Здесь он мог просто шаг объявить. И побить пешку здесь. В принципе, возможно было такое развитие. Он сыграл ФБ5, ФС7. Д4. Шаг сюда. Ферзь Д4. И комбит Ф3. Да. И вот здесь... Да, ладья бит Ж3. Вот Саша правильно говорит. Идея в том, что нельзя бить ферзя. Потому что маг получают белые. Эти поля контролируются моими фигурами. Ну и соответственно, размен здесь тоже не помогает. Взял, взял. Взял сюда. И получил мат в два хода. Ладно. Следующая партия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...